В этом году жители нашей страны получили возможность голосовать не только по прописке, но и там, где им удобно. Для этого необходимо было заранее написать специальное заявление. По данным Центра избиркома, такой возможностью воспользовалось более 4 миллионов россиян. Так, 95 заявлений подано, специальный список, сделанный для этих людей, переданный нам стика, и люди подходят с отрывными талончиками, талончики мы забираем, а люди расписываются в списках. Уже 38 человек проголосовало, но люди идут. Один из тех, кто написал заявление для голосования по месту пребывания – Иван Баденкин. По словам молодого человека, это значительно облегчило жизнь избирателей и дало возможность абсолютно всем исполнить свой гражданский долг. Я прописан в поселке Степном, проголосовал здесь по заявлению, так как работаю сегодня здесь. Я считаю, что выборы – это обязанность каждого проголосовать, так как мы выбираем президента, и от этого зависит наше будущее. На избирательном участке номер 4219 расположено в здании многофункционального центра. В списках числится 2591 человек. К 11 часам дня уже проголосовало порядка 15% избирателей. Многие приходили голосовать целыми семьями, так как заведующий хирургическим отделением Славянской ЦРБ депутат районного совета Виталий Роменский. Мы пришли всей семьей на выборы. Семья – жена моя и пятеро детей, пять дочек. Мы проголосовали за сильного президента, за сильную Россию, за счастливое будущее, за веру в счастливое будущее, за то, чтобы у детей была вера в светлое наше будущее, а так, в общем, можно сказать, за стабильность. Это очень важно проявить свой выбор, потому что мы выбираем для себя будущее в первую очередь, для детей, для молодежи. На выборах президента будут впервые голосовать в этом году 909 юных славянцев. Анастасия Шержевская из их числа. За активную гражданскую позицию девушке-председателю участковой избирательной комиссии вручила памятный подарок. Как рассказала Анастасия, это был волнительный момент. Я немного волновалась, первый раз голосую, и все прошло очень быстро, волнение такое, но все хорошо прошло. Я считаю, что каждый должен проголосовать и проявить свою гражданскую позицию. Кроме выборов президента, на 18 избирательных участках города проходило рейтинговое голосование по выбору проекта благоустройства общественной территории. Пункты были оборудованы в непосредственной близости к избирательным участкам. Жители, пришедшие на выборы главы государства, могли также поучаствовать и в жизни своей малой родины. Определить, какая из трех территорий – улица Красная и Аллея Любви, Северный парк или улица Набережная – должны быть включены в федеральную программу по комплексному благоустройству. Итоги голосования будут подведены в течение пяти дней и размещены в средствах массовой информации. У нас очень активно проходит голосование. На 10 утра проголосовали 100 человек, на 12 практически 200. А вообще к этому избирательному участку прикреплено 2197 избирателей. Ну, как бы предлагается опросный лист, мы заполняем паспортные данные и ставится галочка по усмотрению избирателя и опускается в ящик для голосования. Один из пунктов рейтингового голосования по выбору проекта благоустройства общественной территории был расположен около пенсионного фонда, в здании которого разместился избирательный участок 4210. Одним из тех, кто в этот день пришел на выборы, стал участник Великой Отечественной войны – военный хирург Фёдор Данилович Коваль. В прошлом году Фёдор Данилович отметил 95-летний юбилей и 80-летие начала трудовой деятельности в медицине. И он по-прежнему продолжает работать. Ветеран признался, что в своей жизни он старается не пропускать ни одних выборов. Вот и сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, Фёдор Данилович пришел, чтобы проголосовать. Почему я хожу на выборы? Ну, в жизни каждого человека имеются знаковые дни, праздничные дни. Ну, там, допустим, день рождения, юбилей и всякие прочие. Это касающиеся каждого отдельного человека. Есть знаковые дни, которые имеют значение для всего населения страны. Ну, например, такие дни, как 8 марта, 23 февраля, как день защитника Отечества. Не говоря уже о таком дне, как День Победы. Это уже... Ну, и вот к таким знаковым, ну, и практически и праздничным дням, я считаю, относятся и выборы. Особенно выборы, касающиеся избрания, ну, самого ответственного за состояние, за жизнь нашей страны человека – это президента. Для того, чтобы все жители Славянского района в день выборов могли воспользоваться своим избирательным правом, участки оборудованы пандусами. Слабовидящим голосующим выдаются специальные трафареты для голосования. Для инвалидов у нас созданы специальные места для голосования. Это разборная кабинка. Значит, она устанавливается при приходе инвалида сюда. Если даже это инвалид-колясочник, то она стоит на столе, и ему будет очень удобно голосовать. Если же это у нас инвалид по зрению, то у нас есть специальные трафареты для того, чтобы можно заложить бюллетень туда, в этот трафарет. И человек, который слабо видит, голосует уже достаточно, ну, как бы, свободно, и для него это будет приемлемо проголосовать. Поэтому, вот, пожалуйста, кто инвалиды, если есть такие у нас на нашем участке, приходите, приезжайте, голосуйте. Мы будем рады вас всех видеть. Голосование продлится до 20 часов вечера. Отложите все свои дела и приходите на избирательные участки. Сегодня мы выбираем не только будущее нашей страны, но и каждого из нас. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Специальный выпуск. Выборы 2018.